Недавно, приболев простудой, зайдя в аптеку, я вдруг поняла, что на лекарства тоже существует мода. Более того, практически все, что сегодня предлагается в аптеках без рецепта, содержит растительные экстракты. Сок подорожника, алоэ, хиноцея, еще с десяток так называемых зеленых ингредиентов. Можно ли сегодня лечиться без химии, что общего у современной фармакологии с бабушкиными рецептами? И на что нацелена биологическая наука? В этой программе мы узнаем, чем потенциально опасны знакомые с детства растения, какое лекарство получают из короберезы, для чего нужно клонировать лечебные травы, и кто и как применяет нанотехнологии в гомеопатии. Это проект «Ноук Амания», меня зовут Екатерина Березская, и сегодня мы попытаемся разобраться во всех нюансах зеленой фармакологии. Творение природы – совершение творений искусства, говорил древнеримский философ Марк Тулий Цицерон. Травы, самое древнее на Земле лекарство и фитотерапия, с которой, по сути, и начиналась история фармакологии, имеет возраст, равный истории человечества. Из наскальной живописи мы знаем, что множество целебных свойств растений открыли первобытные пастухи в каменном веке – 10 тысяч лет назад. Огромное место занимали лекарственные растения в медицине Древнего Китая, Индии и Египта. Пройдя через века, лекарственные растения и сегодня являются незаменимыми при лечении многих заболеваний. До сих пор все используемые для лечения сердечной недостаточности кардиогликозиды получают только из растительного сырья. Это справедливо также и для рядов лаваноидов, кумаринов, алкалоидов и эфирных масел. Главным спорным вопросом остается механизм лечебного действия фитопрепаратов. Растения запрограммированы природой на накопление различных веществ в корнях, стеблях, листьях, цветах и плодах. Это не только белки, жиры, углеводы, которые мы обычно употребляем в пищу, но и целый ряд биологически активных веществ. Органические кислоты, витамины, фитонциды, антибиотики, аминокислоты, дубильные вещества. Раньше считали, что лечебный эффект лекарственных растений обусловлен в основном биоактивными веществами и выделяли их в чистом виде, к примеру, атропин. Остальные же вещества относили к балластным, такие как хлорофилл и протеины. Однако, оказалось, что и последние обладают также лечебным эффектом. Более того, при последующих исследованиях выявлено, что во многих растениях содержатся почти все медиаторы нервного импульса – адреналин, гистамин и серотонин. Трудно даже представить, зачем они нужны растениям, не имеющим нервной системы. Фитохимики пока не дают на этот счет вразумительного ответа. Мы перенеслись на крышу биологического факультета Белгосуниверситета и оказались в самом настоящем ботаническом саду. Об одной из самых лучших, не побоюсь этого слова, коллекции редких растений прямо сейчас поговорим с заведующей кафедрой ботаники Валентиной Поликсеновой. Валентина Адмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Поликсенова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой ботаники биологического факультета Белгосуниверситета. Растений много, но давайте в первую очередь будем говорить о тех растениях, которые имеют лечебные свойства. В нашей коллекции есть растения, которые включаются в государственную фармакопию, ну, например, это герани. Это растение обладает противовоспалительным действием, снимает головные боли. Присутствуют у нас здесь и различные виды алоэ. Можно встретить здесь и растения, которые обладают лечебными свойствами, но не являются официальными. Например, здесь мурая есть. Это растение, которое способствует выработке эндорфинов, гормонов радости. Есть инжир, который обладает хорошими венотонизирующими свойствами. Есть у нас здесь также коллекция колонхоя. Это растение, которое обладает очень сильным противовоспалительным, ранозаживляющим действием. Есть коллекция бегоний, которые обладают антиоксидантным, противовоспалительным действием. Я знаю, что вы читаете курс особый, называя фармакогнозия. Что это за дисциплина такая? Это наука о лекарственном растении и лекарственном растительном сырье в различных ее аспектах. Эта наука базируется и на ботанике, и на биохимии. Только письменный возраст этой науки составляет около 6 тысяч лет. Я знаю, что в восточной медицине существует золотой список из 50 целебных трав. А если говорить о белорусском списке? Минимум 110 растений. Наука не стоит на месте, и возникают новые сведения. Так, например, появился список, сравнительно недавно созданный авторитетными учеными Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, который разделил лекарственные растения, даже официальные, на три группы. В первую группу вошли растения, которые рекомендованы для фитотерапии и наиболее безопасны. Он содержит всего лишь 54 вида таких растений. Их дополнительно включает еще 16 видов витаминоносных растений. А во вторую группу вошли растения, хорошо известные, применяющиеся в медицине давно, но имеющие ограничения. Этот список составляет около 30 с лишним видом. И туда, например, попали такие растения, хорошо известные, как зверобой, который не может применяться длительное время, потому что вызывает в том числе и побочные явления. Поэтому надо быть очень образованным и грамотным человеком для того, чтобы использовать и тем более рекомендовать лекарственные растения. С собой грибы принесли? Я хотела бы, пользуясь моментом, показать очень любопытные грибы, которые научились выращивать в Беларуси. Вот, в частности, Институт леса в Гомеле организовал выращивание вот этого замечательного гриба, называется трутовик лакированный. На Востоке этот гриб называется грибом бессмертия. Он обладает очень широким спектром биологической активности. Гриб действует не на какой-то отдельный дефект, скажем, работы системы органов, а регулирует в целом работу организма. Вот этот гриб, из которого получена биологическая активная добавка под названием Рейши, и гриб Ширитаки очень широко присутствует на рынках фармацевтических. Мы попытались тоже выделить в чистую культуру вот этот гриб Рейши, вот как он выглядит, будучи выделенным в культуру. И не исключено, что он обладает биологической активностью не только по отношению к человеку, но и к растениям. Во всяком случае, подобного рода эффекты мы встречали при оценке биологической эффективности еще ряда лекарственных грибов, ну, например, Литипорус сульфореус или Трутовик серно-желтый. Возможно, вы видели такие яркие, желтые плодовые тела, многоярусные, на лиственных деревьях. Многие грибы, в том числе и этот, обладают иммуномодулирующим действием. Вот как он выглядит в чистой культуре. Вот этот гриб, он называется Головач гигантский или Кальвация. Это высушенный экземпляр, и на самом деле, когда его нам принесли, он достигал вот таких размеров, и масса его была около 20 килограммов. И только у нас существует чистая культура этого гриба. В свое время из него был выделен антибиотик Кальвацин, который обладает противораковым действием. Достаточно распространенный в наших лесах – это трутайвик разноцветный. Обратите внимание, действительно, его окраска плодовых тел разноцветная. Он также широко известен и, кстати, широко используется уже в качестве медицинского препарата в странах Юго-Восточной Азии. Мы тоже получили его чистую культуру. Вешенки тоже представляют, на самом деле, очень большой интерес и могут использоваться, и должны использоваться в качестве профилактики онкологических заболеваний. Не стоит, наверное, забывать, что слова «отрава» и «отрава» все-таки имеют один корень. Поэтому прежде чем бросаться в народную медицину, нужно все-таки проконсультироваться со специалистами. На медицину не надо бросаться. Надо быть грамотным человеком и понимать, где та золотая середина, которая всегда является очень важной в любом лечении. Спасибо вам огромное. А мы отправляемся в Гродно. Моя коллега Екатерина Пенза именно там увидела, что лекарственные препараты сегодня делают не только из травы и грибов, но даже из кары березы. Береза – символ чистоты весны и начала жизни. А лечебные свойства издавна приписывают не только ее почкам, листьям и соку, но и коре. В Институте биохимии и биоактивных добавок в Гродно нам демонстрируют мешок измельченной бересты. И поясняют, что это, с одной стороны, отходы деревообработки, а с другой – источник ценных природных соединений. В некоторых видах содержится до 40% бетулина. И, собственно говоря, белый цвет бересты обусловлен именно бетулином. Бетулин в составе растительных оболочек необходим для защиты растения от побеждающих факторов окружающей среды – радиации, бактерий, грибков, вирусов и насекомых. При этом и для нашего организма он не является чужеродным. Его строение схоже с биологическими мембранами клеток человека. В народной медицине кора березы всегда использовалась при нарывах, фурункулах, расстройствах желудка, как жвачка для укрепления зубов и десен. Берестяным дымом стерилизовали бинты в военно-полевых условиях. Размолотая береста входила в состав хлеба у многих народов. Лечебными свойствами, выделенного из березовой коры бетулина, сегодня заинтересовалась и большая наука. При ожирении, при сахарном диабете, при метаболическом синдроме, при нейродегенерации везде был какой-то положительный эффект. Первые исследования на крысах показали, что бетолин не является токсичным веществом для организма, не проявляет аллергенных свойств и не влияет на развитие плаценты. Его молекулы быстро восстанавливают структуру поврежденных клеток печени по принципу латания дыр. Специалисты говорят, что лекарственные растения не могут соперничать с синтетическими препаратами по силе и быстроте эффекта. Зато они действуют мягко и не дают тех побочных эффектов, которые характерны для химических таблеток. В институте нам демонстрируют целую коллекцию экстрактов и настоев. Мы работаем со многими растениями. Вы здесь можете увидеть вот этот экстракт чеснока, это водный экстракт чеснока. Его можно использовать как приправу и как биологически активную добавку. Вот это экстракт пустырника, концентрированный экстракт пустырника. Это оксидативный препарат. И вот это у нас экстракт ромашки. Хорош для желудочно-кишечных заболеваний. То есть зеленая фармакология, это плюс еще зеленая технология. Мы, например, не используем каких-то химических экстрагентов. Часто, например, хлороформа, диметил, хлорид, метанол мы не используем. Мы используем или воду, или СО2, газ. Сегодня каждое растение рассматривается как сложнейший комплекс химических элементов. Поэтому-то и доверие к натуральным лекарствам возрастает. Мы находимся в учебной лаборатории биофак. И здесь мне уже показали очень много того, чего я, если честно, увидеть не ожидала. Речь здесь пойдет о генной инженерии. Мой собеседник, кандидат биологических наук Татьяна Дитченко. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь находится что-то я так догадываюсь, что это растение. И знаю, что какое-то отношение вот к этому всему имеет калусное культивирование. Что это такое? Перед вами маленькая коллекция калусных культур разных лекарственных растений. Культура клеток – это клетки, которые выращиваются изолированно от целого растительного организма на искусственных питательных средах в абсолютно стерильных условиях. И здесь вы можете видеть калусные культуры даже тех лекарственных растений, которые в условиях нашей республики Беларусь в принципе не встречаются, не произрастают. Первая культура, которую я вам хочу представить, калусная культура тропического растения, которое называется катарантус розовый. Растения продуцируют ценные алкалоиды, которые обладают гипотензивным действием и даже противоопухолевым действием. Вот еще одна калусная линия этого катарантуса розового, которая накапливает вещества, пигменты под названием антоцианы, поэтому калус имеет вот такую яркую малиновую окраску. Дальше перед нами калусная культура уже может быть более знакомых для нас лекарственных растений. Перед вами хиноцея пурпурная, которая растет в виде калусной ткани на искусственной питательной среде. Есть и другой вариант культивирования клеток, когда выращивание производится в жидкой питательной среде, клетки растут в возвешенном состоянии, среда постоянно перемешивается с помощью специальных приборов, которые обеспечивают встряхивание вот этой инкубационной среды. Перед вами суспензионная культура, и сразу хочу сказать, что именно этот вариант гораздо более привлекателен с биотехнологической точки зрения, потому что выращивать суспензионную культуру можно не только в таких лабораторных колбах, но загрузить эту культуру можно и в биореакторы, либо ферментер, который будет иметь объемы и 5, и 10, и 100 литров. В больших объемах нарабатывается биомасса клеток разных лекарственных растений, в первую очередь с целью получения ценных, нужных человеку биологически активных соединений. Сам процесс, он трудоемкий, вот с чего начинается? Все начинается с того, что мы берем фрагмент растения, так называемый эксплант, который подвергаем стерилизации, дальше помещаем этот фрагмент на искусственную питательную среду. Среда обязательно содержит такие фитогормоны, которые называются ауксины, цитокинины. Под действием этих чудесных соединений клетки начинают активно делиться, и через какое-то время формируется биомасса в хаосной культуре. Дальше эти клетки можно перенести в жидкую питательную среду. Если мы хотим проконтролировать состояние клеток, их жизнеспособность, то тогда мы не обойдемся без микроскопа. И, соответственно, сделать вывод о том, насколько хороша, либо не совсем может быть полноценна полученная суспензионная культура в плане продукции ценных биологически активных веществ. Я предлагаю не надолго прерваться. Наши корреспонденты попытались выяснить, почему же сегодня в моде фитопрепараты. Сегодня происходит пересмотр принципиальных подходов к терапии. В начале 80-х возобновились научные апробации векового опыта травничества на основе научных знаний и принципов доказательной медицины. Фитотерапия – один из традиционных методов лечения в восточной медицине. Он направлен на восстановление собственных ресурсов организма. В Китае траволечение сегодня предлагается пациенту после полного обследования. Для каждого подбирают индивидуальный набор трав и расписывают схему приема. В западной лекарственной растительной медицине сейчас стал основным новый метод создания препаратов – фитониринг. Он предполагает стандартизацию всех этапов производства – от качества семян, климатических условий, особенностей почвы до сбора и хранения растений. Такой научный подход позволяет производить растительные лекарства, содержащие строго дозированное количество активных веществ. Несмотря на все успехи химии и формации в настоящее время, далеко не во всех случаях можно сказать, что же именно в данном растении является целебным. Чаще всего лечебный эффект обусловлен не одним веществом, а комбинацией их, которые взятые сами по себе никакой особой фармакологической активностью не обладают. Очень хочется почувствовать себя студентом. Тем более, если микроскоп стоит, значит, в него обязательно нужно посмотреть, можно ли, и что, по идее, я там могу увидеть. Первое, что бросается в глаза – это очень большое разнообразие клеток по размерам, по форме. Это действительно одна из важнейших особенностей растительных клеток в культуре инвитро. Клетки, вы видите, частично окрашены. Это свидетельствует о том, что эти клетки жизнеспособны, с высоким уровнем метаболизма. Та небольшая часть клеток, которые не окрасились, это, возможно, на данный момент не совсем жизнеспособные клетки, которые не будут использованы в дальнейшей работе. Можем ли мы говорить, что вот за этим в том числе и будущее сырья для производства натуральных лекарственных препаратов? Безусловно, вот такой биотехнологический способ наработки биомассы клеток лекарственных растений – это очень хорошая альтернатива и перспективная альтернатива традиционному лекарственному сырью. Спасибо, Татьяна Ивановна, огромное. Было очень интересно. На нашу программу продолжает наша традиционная рубрика «100 идей для Беларуси», очередной «Молодой ученый» и очередное открытие. В нашей школе обучаются не только обыкновенные дети, но и дети с особенностями психофизического развития. И мне захотелось как-то им помочь. Соответственно, так родился наш проект. Мы делали это своими руками из вторичного материала. После мы представили его на «100 идей для Беларуси». Это наш волшебный ящик. Нажать ручку, подобрать ключ к замку, снять, одеть цепочку. Главная его цель – это формирование тех вещей, которые обычным людям даются легко, а им в то же время даются стихотоническим трудом. Это спираль-горизонталь, это спираль-горизонталь-вертикаль. Они нужны для ориентировки в пространстве, развития мелкой крупной моторики, определения цвета. Мы можем сказать ребенку, возьми желтый шарик и проведи его на другой конец. Видите, форма разная, цвет. И, соответственно, все это развивается, и он начинает больше понимать. Это особенно интересный тренажер. Сделан из пружины от кровати. Разрабатывает кисть. Ребенок делает вот так. Особенно полезен для послеоперабельных детей. Вот этот тренажер тоже интересный. Он нужен для того, чтобы ребенок мог определить размеры и форму. То есть тут представлены различные гайки и болты, на которые надо, соответственно, все это закручивать. Ну и тоже называем его волшебный лабиринт. Тут идет конкретная ориентировка в пространстве, определение той же формы и цвета. То есть мы говорим, возьми синюю фигурку и переведи ее в левый верхний угол. И он, и ребенок должен будет взять и перевезти. Далее в наукомания. Для чего нужно клонировать лечебные травы и кто и как применяет нанотехнологии в гомеопатии? Пока дачники только сортируют семена в этой лаборатории биофака, судя по тому, что мы здесь видим, сезон как минимум близок к пересадке растений в грунт. Но, как выяснилось, в этих банках не обычные растения, а клоны. Вот именно о клонировании растений я сейчас и предлагаю поговорить с человеком, который об этой теме знает практически все. Человек, который работал в Кембриджском и других университетах Великобритании. Вадим Демитчик. Вадим, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вадим Демитчик. Доктор биологических наук, заведующий кафедрой клеточной биологии и биоинженерии растений биологического факультета Белгосуниверситета. Правда ли, что это необычное растение, а клоны, и каким образом получается их получать? Уж простите за тавтологию. У растений есть стволовые клетки, либо меристемы. Они находятся в кончиках корней и в кончиках побегов. Также стволовые клетки есть в так называемой латеральной меристеме, то есть наружный слой любого стебля. Он имеет особый цилиндр, в котором имеются стволовые клетки. То есть стволовые клетки – это клетки, которые не дифференцированы, они постоянно делятся и сами не имеют другой никакой роли, кроме как размножения и деления. Поэтому либо вырезаются сегменты стеблевые, это один вариант, наиболее сложный, потому что там мало клеток. Второй вариант – это отрезаются кончики побегов. Другой вариант – кончики корней. Либо пазушные почки, боковые почки. В них содержится целый комплекс меристем. И в дальнейшем на особой питательной среде удается заставить их расти, существовать в искусственных условиях и в дальнейшем давать целый организм. Можно из одной клеточки потенциально получить целый лес или, допустим, целую плантацию лекарственных растений. В первую очередь для чего? В первую очередь, конечно же, это исторически связано с необходимостью клонировать какие-то растения, которые невозможно размножить в обычных условиях. Можно получить, допустим, культуру лекарственных растений, микроаплантацию. Притом это можно у нас получить в зимнее время. Другое направление – это направление использования растений как биореакторы. То есть можно, не выпуская трансгенные растения, допустим, в природу, их исследовать, понимать природу тех или иных генов, которые есть у растений, использовать это в биотехнологии. Также это декоративное растеневодство. То есть практически большинство растений, которые используются в озеленении на сегодняшний день, это так или иначе клоны. Еще есть одно направление. Это направление, связанное с биотехнологией леса, когда клонируются лесные породы. Растений очень много. Я так понимаю, с чего-то вы начинали? Мы начинали, как это ни странно, с клонирования орхидей. И параллельно с орхидеями мы начали клонировать древесные растения, туи, ели. Если говорить о растительном сырье для фитопрепаратов, просто так ромашку с поля не возьмешь. Программа стандартизация. Я так понимаю, что у вас здесь вот все под эту программу и подходит? Сырье для лекарственных препаратов действительно должно быть гомогенным и высокого качества. Есть большое количество плантаций лекарственных растений в Беларуси, и они дают хорошего качества сырье. Также достаточно важно дать посадочный материал для плантации. И к этому мы стремимся. Зрители не просят, если не спрошу. У нас как? Если что-то искусственное, а если еще и клонирование, значит, это генно-модифицированное. И это обязательно опасно и страшно. Вот что скажете по поводу растений? Разумеется, вегетативное клонирование не является клонированием генетическим. И никаких трансгенных растений мы не используем в данный момент. Мы не пользуемся здесь трансгенными технологиями. Хотя, в принципе, от большего, если честно говорить, бояться генетически модифицированных растений тоже не нужно. Здесь больше моментов, связанных с общественным мнением, чем реальных научных проблем или реальных экологических проблем. Спасибо, Вадим. Впечатлили и удивили. Ну а прямо сейчас предлагаю разобраться в нанотехнологиях гомеопатии. Смотрим сюжет моих коллег. Механизм воздействия лекарственных растений на человеческий организм разнообразен. Возбуждающее и успокаивающее. Противовоспалительное и общеукрепляющее. Гипотензивные и желчегонные. Травы могут активизировать гормоны и останавливать кровь. Нас они интересуют с точки зрения тех биологически активных веществ, которые могут использоваться для профилактики заболевания человека, либо для лечения. Мы проводим работу в направлении создания в нашем институте экспериментального производства или биотехнологического производства по выпуску наших новшеств, наших разработок. Это и алкалоиды чистотела, это и антицианиды из ягод и краснокочанной капусты, это технологии, связанные с получением эфирных масел. Внимание группы исследователей в Гродно последние годы привлекли вещества, которые содержатся в краснокочанной капусте. Красный цвет капусты краснокочанной обусловлен такими соединениями, которые называются антоцианины. Они являются очень активными антиоксидантами. Оказалось, что краснокочанная капуста отлично работает при самых сложных заболеваниях, при сахарном диабете эффективно снижает сахар, предупреждает повреждения клеток поджелудочной железы и предохраняет сосуды. Вещества, которые содержатся в капусте краснокочанной, это антоцианы, которые придают цвет плодам, ягодам. Они очень нестабильны, разрушаются на свету, поэтому задача тоже сохранить как можно более высокую концентрацию этих следовательных веществ, сохранить их в неразрушенном, естественном, первозданном состоянии. Но здесь ученые столкнулись с проблемой. Выделенные красные вещества почти не растворяются в воде и плохо усваиваются организмом. Пришлось искать решение посредством нанотехнологий. В этом плане мы использовали наночастицы циклодекстринов. Это углевод, некий аналог крахмала, скажем так, грубо говоря, который прячет в себе внутрь вот эти нерастворимые частицы, и они становятся растворимыми. В биодоступности и эффективности полученного растительного препарата специалисты института не сомневаются. Они говорят, что в скором времени оценить его смогут и пациенты, ради которых, собственно, и ведутся данные научной разработки. Это была Наукомания. Говорили мы сегодня о зеленой фармакологии. Ну что ж, можно с уверенностью утверждать, что благодаря ученым бабушкины рецепты снова в тренде. Меня зовут Екатерина Берецкая. Увидимся ровно через неделю, чтобы вновь понять, куда идет мир и на что способна наука. Смотрите в будущее вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok